МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, студенты! Здравствуйте! Садитесь, пожалуйста. Лекция у нас посвящена конфликтам. Конфликт – это обычная среда, потому что мы все разные, у нас у всех разные интересы, и естественно, что эти интересы могут не совпадать, люди по-разному смотрят на вещи, возникают какие-то конфликтные ситуации. Поэтому мы сегодня пригласили издалека, из Нижнего Новгорода, из Нижегородского университета преподавателя, кандидата наук, который занимается вопросами конфликтологии. Она вам обязательно расскажет, ответит на ваши вопросы, как быть, какую стратегию избрать, когда вы являетесь частью чужого конфликта или сами ввергнуты в какой-то конфликт. Сами, может быть, являетесь инициатором какого-то конфликта. Не все же нам нравится в этой жизни, и иногда кажется, что можно силовым образом решить какие-то проблемы. Поэтому мы посоветуемся со специалистом. Итак, я приглашаю на сцену Алину Евгеньевну Блохину, доцента Нижегородского научно-исследовательского университета имени Лобачевского. Дорогие друзья, родители, я вас рада здесь приветствовать. И сегодня наша лекция будет посвящена стратегии поведения в конфликте. Вообще конфликт – штука достаточно интересная, да? И у каждого она вызывает свои собственные ассоциации. И вот в зависимости от того, какое значение мы вкладываем слово в конфликт, мы формируем свое поведение в данном конфликте. Скажите мне, пожалуйста, какие ассоциации у вас вызывает слово конфликт? Злость. Злость. Так. Можно с места, и мы услышим, да? Надо вырабатывать командный голос. Оскорбление. Что? Оскорбление. Оскорбление, так. Ненависть. Ненависть, так. Обида. Обида. Ссора. Ссора. Расход интересов. Отлично, так, уже что-то положительное у нас стало. Страх. Страх, еще. Урагательство. Нервы, ну нервы, да, нервы у нас везде. Конфликт, не конфликт, у нас кругом нервы. Грусть. Да, согласна. Радость. Радость. Отлично, поконфликтовал и рад. Тоже хорошо. Недопонимание. Недопонимание, да. Паника. Паника? Ну если не можешь справиться с ситуацией, да, паника присутствует. Политика. Политика? Вот мы уже на международные отношения замахнулись. Замечательно. Драка. Драка, разногласия. Ну я думаю, тоже можно. То есть все, что есть в жизни, это все связано с той или иной степенью. Да, ну я просто вот молодым людям, пожалуйста. Приятное чувство. Приятное чувство? Неприятное. И? Ярость. Ярость. Ну и на этом закончим. И вот прежде чем перейти мне к теоретическому материалу, я подготовилась для вас мультик. Две минутки с половиной буквально, пожалуйста. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В какую яму можно попасть, если вовремя не разрешить конфликт, не справиться с ним, и из этой ямы можно вообще никогда не выбраться. И поэтому сегодня тема у нас будет посвящена как раз стратегиям в конфликте, потому что поведение людей в конфликте полностью отвечает тем стратегиям, о которых мы с вами сегодня поговорим. Пожалуйста, животных видите? Да, кого видите? Тигра, страусы, сову видите? Да, сову видите? Вот смотрите, не зря в мультике с животными, да, и вот здесь на картинке тоже животные. А знаете почему? Потому что человек во многом в конфликте берет поведение, вернее, поведение человека в конфликте ассоциируется с поведением животных. Пожалуйста, следующий слайд. Да, вот это те стратегии в конфликте, о которых мы с вами сегодня поговорим. Это соперничество или конкуренция, еще соревнования ее называют. Это избегание или уклонение, компромисс, приспособление, сотрудничество. И вот первая, самая такая серьезная стратегия поведения в конфликте, с которым я с вами сегодня хочу начать наш разговор, это соперничество, да, и, ну, которое еще называют конкуренцией, в некоторых книгах называют еще соревнования. Кто изображен? Акула у нас кто? Хищник. То есть, когда вы видите акулу, у вас сразу, вон какие зубы у акулы, на той картинке тигр символизировал хищника. Вот люди в конфликте, которые настроены на соперничество, на конкуренцию, они ведут себя именно как акула, да, то есть ни перед чем не останавливаются для достижения своей цели. Акуле, между прочим, ни на минуту нельзя останавливаться в воде, она сразу умрет. И вот люди, которые ведут себя как акула в конфликте, да, они постоянно ищут жертву, на которую им надо напасть. Если они в конфликте, они не считаются с мнением чужого человека, им все равно. Им главное то, что они говорят, их мнение единственно верное. Как правило, на такую стратегию способны очень властные люди, жесткие люди, обладающие определенными полномочиями. И чтобы противостоять акуле, надо кем быть? Акулой. Надо тоже быть акулой, но еще крупнее, да, еще сильнее, потому что здесь идет борьба до победы. И в понимании акулы победить может только один человек, только сильнейший. Но, но, после того, как конфликт закончится, вы друзьями больше никогда не будете. И отношения сохранить не сможете. Поэтому в близких отношениях вот эта стратегия недопустима в семье, да, потому что в семье надо отношения всегда сохранять. Понятно вам? Услышали меня? Как бы акула была не хороша, как хищник, или тигр как хищник не был бы красив, все-таки вот эта стратегия, она направлена не на разрешение конфликта, да, а на его эскалацию, то есть на рост конфликта, на увеличение. Следующий слайд, пожалуйста. Кто нарисован? Черепаха. Это у нас какая стратегия наверху? Избегание, уклонение. А на той картинке, которую я вам показывала, как вы думаете, кто подходил под избегание уклонения? Страус, правильно. А вы видели на картинке он голову в песок, да, спрятал? Как вы думаете, это правда или вымысел? Это вымысел. Страусы не прячут голову в песок. Знаете, что они делают, когда их сильно пугают? Они бегут, быстро-быстро-быстро убегают, и поэтому, видите, избегание или уклонение. А черепаха, когда ее пугает, что делает? Она в панцирь, да, в панцирь прячется. То есть люди, которые выбирают вот эту стратегию, у них знаете, какой принцип? Не трогайте меня. Делайте, что хотите, только отстаньте от меня. С одной стороны, наверное, некоторые скажут, ну и неплохо, никто не достает, да? Знаете, в чем проблема? А тот человек, второй, он все за вас решит? Да. Если вы примете вот эту стратегию избегания или уклонения, и, понимаете, вот эта стратегия, она настроена на ликвидацию общения. То есть человек не хочет вообще никак, не разговаривать, не общаться, он прячется. Ну, черепаха прячется в панцирь? Страус, ну, будем говорить, голову в песок, но убегает быстро-быстро-быстро, чтобы его никто не догнал. И тогда вот второй человек, который с вами находится вот в состоянии спора какого-либо, да, то получается, он может принять односторонние шаги, только свои, и решить проблему за вас. И вы ничего не успеете применить. Понятно, да? Знаете, еще какой минус вот этой стратегии? Противоречия у вас внутри накапливаются. Накапливаются, недовольство накапливается, потому что выход это вашим противоречием. Вы спрятались, а внутри они у вас бушуют, бушуют, и в определенный момент это все выплеснется и может привести к очень тяжелым, необратимым последствиям. Понятна стратегия? Понятно? Я думаю, у многих из вас, вот вы понаблюдаете потом за поведением близких, родственников, друзей, незнакомых людей, и сможете немножко различать, какую стратегию использует тот или иной человек, если вдруг вы становитесь свидетелем какой-либо ссоры. Пожалуйста, следующее. Кто? Лиса. А вспомните-ка у нас характеристика лисы какая? Хитрая. Охотится, конечно, она хищница тоже, да? Хитрая, так. Какая еще? Лиса. Ну я услышала, еще какая? Лиса. Осторожная она, да, лиса? Так вот, вот эта стратегия компромисса – это осторожность, да? Есть такая поговорка «всем сестрам по серьгам». Слышали? Ну как это, не слышали? Ну, я вам ее озвучиваю и, соответственно, знакомлю вас с этой стратегией. «Всем сестрам по серьгам». Так вот, человек, который согласен на компромисс, с одной стороны, хорошо, скажите вы, да, все поровну, если апельсин, то пополам, если конфеты, то каждому, ну, две конфеты, да, если три конфеты, каждому сколько? Одной половинкой. Одной половинкой, полторы конфеты, да? Вроде бы ничего же плохого в этом нет. А плохо знаете что? Вопрос до конца так и остается нерешенным. Вы вроде бы пополам разделили, но мы не будем говорить про конфеты, да? Потому что конфеты можно пойти еще купить. А бывает такой предмет конфликта, который, ну, не делится пополам. И вроде бы вы договорились, а внутри вот это чувство такое нехорошее, что ведь можно было бы лучше, можно было бы больше, или можно было бы как-то еще поговорить, да? И вот с одной стороны плюс компромисс, а с другой, видите, какие отрицательные, ну, минус, да, это отрицательные моменты. Это то, что, как правило, компромисс явление временное. И проблема, нерешенная до конца, получает реванш. Слово «реванш» знакомо вам? Да. Возврат, да, к этой проблеме через какое-то время. И небольшой размер результатов, да? Ну, половинок, это же меньше целого, когда, казалось бы, можно было целое получить. Это вот такая лиса, осторожно, хитрая, но, замечу вам, не самая плохая стратегия. Вообще, все вот эти стратегии, они могут использоваться ситуативно, в зависимости от ситуации. Если, например, к вам, ну, ладно, чуть попозже этот вопрос вам задам. Следующий слайд, пожалуйста. Кто это? Каала. Мишка Каала, да? Еще есть вот это, ну, в разных источниках плюшевого мишку изображают на стратегию приспособления. Что с ним хочется сделать? Попоскорообнять. Его хочется обнять, да, вот так погладить и так далее. Знаете, что эта стратегия означает? Это когда вы отказываетесь от своих желаний в пользу другого. Вы готовы поступиться всеми своими интересами, чтобы другому было хорошо. Давайте из серии, ребята, давайте жить дружно, только давайте не будем ссориться, не будем обсуждать проблему. Я сделаю все вот только вот так. С одной стороны тоже, казалось бы, я же делаю как лучше, я же приспосабливаюсь, я создаю атмосферу вроде бы такую хорошую, да, но на деле, что вот плюс, видите, да, сохранение отношений, возврат стабильности, да, но, как правило, вот эту стратегию используют люди, неуверенные в себе, люди, которыми легко манипулировать, люди, которые не имеют свою собственную точку зрения или боятся ее высказать. И поэтому, чтобы, не дай бог, не нарушить вот эту атмосферу тишины и спокойствия, я лучше промолчу. Пусть другой там получит все и так далее. Это не избегание. Избегание – это когда вообще прячутся, отказываются от общения. Здесь общение присутствует. Ну такое, знаете, вот, ну, не трогайте меня, не трогайте. И получается, а внутри, да, может, вот эта вот внутренняя неудовлетворенность также может накопиться и вылиться потом в какую-то обиду, что вот я тебе, я создавала все условия для тебя, а ты потом вот так со мной поступил. Вот это из этой серии. Вот это приспособление. Понятно, да, о чем я говорю? Понятно? Следующую стратегию. А вот это вот самое… Кто? Сова. Сова, а сова у нас характеристика какой? Мудрость. Правильно. Очень мудрая птица, да, не зря она взята в основу вот этой стратегии сотрудничества, потому что это самая правильная стратегия, но самая сложная, потому что все хорошее в нашей жизни сложно, как правило. Здесь надо очень много работать над отношениями, да, здесь очень много плюсов, потому что помимо того, что вы сохраняете хорошие отношения, ваши отношения переходят на другой уровень. Вы можете начать работать над новым каким-то проектом, выше, да, вот дальше, шире развиваться. Но минус – это длительность, а у нас мир меняется так быстро, что люди в последнее время, и причем люди разных возрастов, не готовы к длительности. Книжки большие, нам уже лень читать, да, нам бы вот краткое содержание в интернете книги посмотреть, и как будто бы книжку прочитал. Зачем себя отруждать, выяснять что-то, да, можно вон приспособление использовать, ну или на худой конец, на компромисс согласиться. Вот, и над принятием решения надо работать. Это тоже вызывает определенную сложность, потому что с людьми надо говорить. Вот я вам одну притчу расскажу. Давайте даже немножко с вами вот так поиграем, да, вот у меня апельсин. Апельсин. Давайте поделим апельсин, как мы его можем поделить? Если человек два, то он... Ну два-два, ну понятно, на каждого из вас... Нет, давайте два, ну вот пополам, ну две сестры, вот я и вы все в одном лице будете, вот так я с вами играю. У нас апельсин, да? Не будем смотреть соотношение долек, просто в целом. Пожалуйста, можно? Может быть, здесь пополам. Пополам, все, остановимся. Это какая у нас стратегия будет? Компромисс, правильно? Мы пополам поделили апельсин, да? Дальше. Еще как мы можем апельсин поделить? Можно поражать на большую часть. Нет, вот знаете, если я захочу использовать стратегию соперничества, я его все, весь себе заберу. Я скажу, я взрослее. Можно сделать так. Можно... А можно просто все, что у средств в бухану. Можно еще посадить апельсин, и из него вырастет много, и их тоже посадить, и вырастет еще больше. Только не апельсин, а косточки. Да. Да? Косточки. И вырастить апельсиновое дерево. Тоже хорошая очень идея. Но... Можно отдать? Так. Ну, сколько лес рук буквально. Пожалуйста. Можно отдать свой апельсин? Можно. Это что будет? Приспособление. Да, правильно. Я отдаю. Так, или это еще можно как рассмотреть? Как избегание, да? То есть съешь ты этот свой апельсин, только отстань от меня ради бога. Можно купить еще один апельсин. Но мы же делим апельсин. Мультик такой, не знаете, мы делили апельсин, много нас, а он один. Смотрели? Это только для ежа, это только для чижа, пусть вам родители покажут. Вот можно я вернусь к версии, вот молодой человек высказывал. Можно, пожалуйста. Можно использовать, по идее, тактику сотрудничества. Допустим, дать ему побольше апельсина, а в следующий раз ты мне что-нибудь тоже побольше сделаешь. Это компромисс. Это компромисс? Да. Это компромисс, потому что что там будет потом, а дойдет ли дело до потом, а надо делать здесь и сейчас решать. Понятно, да? Это компромисс. Можно я все-таки вернусь вот к тактике сотрудничества? Да, пожалуйста. Можно взять апельсину и ехать? Это что у нас будет? Это соперничество. Конечно, я забрала. Ну или избегание. Нет, не избегание, соперничество. Так вот, если сотрудничество, вот здесь озвучили, да? Апельсин и корку апельсина, и само содержание апельсина можно использовать, да? Само содержание съесть, ну как апельсин, а корку апельсина использовать, прокрутить на мясорубке, испечь пирог или варенье сварить из апельсиновой корки, да? И получится, вот он, элемент сотрудничества, да? Понятно? Потому что в арене можно потом вдвоем тоже съесть. То есть, смотря у кого какие интересы, да? Но вот когда вы находитесь в конфликте, самое главное качество, которое вы всегда должны помнить, это какое? Какое? Ну, какое тут слово? Это владение собой, да? То есть, неважно, как складывается ситуация, прежде всего, вы должны всегда уметь владеть собой. И вот тут вам несколько пожеланий, как вести себя в конфликте, да? Чтобы контролировать ситуацию, надо всегда оставаться спокойным, да? Потому что эмоции мешают нам в разрешении конфликта. Вы должны эмоции отпустить. Всегда уметь владеть собой. Дальше. Если вы хотите сохранить отношения со своими друзьями, родителями, с другими людьми, вы всегда должны уважать чувства других людей. Это обязательно. Дальше. Всегда должны помнить, что неразрешимых проблем не бывает. Любую проблему можно решить. Просто надо найти человека, желательно близкого человека из вашего ближнего окружения, к которому вы можете подойти с решением этой проблемы. Вижу секундочку, да? Ну и, конечно, быть уверенным в себе, это обязательно, да? Не надо ни в коем случае понижать свою самооценку. Вы должны понимать, что вы не просто так в этот мир пришли, да? У вас в этой жизни есть смысл. Вы этот смысл найдете, если кто еще не нашел, и к своей цели будете двигаться. Пожалуйста. А вот если мы поссоримся с другом, а он не захочет больше мириться, то, значит, это нерешимая проблема. Если друг не захочет с вами мириться, значит, он просто перестал быть вашим другом. И вы другом его уже называть не можете. Если он не идет совсем с вами на контакт, значит, у него произошел пересмотр приоритетов, пересмотр интересов. Понимаете? Люди в жизни расходятся. Бывает так, что вот дружишь, дружишь, дружишь в школе, да? Казалось бы, 10 лет дружишь, потом раз поступаешь в университет, ты в один, он в другой. И дружба распадается. Нельзя здесь сказать, что кто-то из вас плохой, у вас просто разошлись пути, такое бывает. Понимаете? У людей меняются интересы в жизни, меняются приоритеты, мы все люди, да? Мы не, как говорится, мы не боги, мы имеем право на ошибку. Просто отличие человека от животного в чем? В том, что мы умеем эту ошибку принять, оценить и сделать так, чтобы больше эту ошибку не совершать. И вот то, что касается конфликтов, вот здесь это как раз подходит. И у меня еще один мультик вам есть. Посмотрим? Да! Пожалуйста. 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 Спасибо. Пожалуйста. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Еще хотела обратить ваше внимание, что в зависимости от ситуации вы выбираете ту или иную стратегию. То есть эти стратегии, они ситуативны. Ну кроме акулы, пожалуй, знаете почему? Потому что, чтобы использовать стратегию акулы, надо вот внутреннее такое должно быть чувство жесткости. Как правило, это вот по головам других идут люди, вот используя вот эту стратегию в конфликте. При этом они абсолютно не терпят критики и не терпят высказывания альтернативных мнений, потому что их не интересуют альтернативные мнения. Так вот, если, например, в темной, не дай бог, в темной подворотне к вам кто-то подходит, да, то, наверное, не надо выяснять его скрытые мотивы, да. Надо стратегию избегания использовать, да, правильно, и убежать просто быстро. Понимаете, о чем я говорю? То есть вы должны всегда ситуацию оценивать, свои силы оценивать. Иногда лучше приспособиться действительно, да, чтобы не накалять обстановку. Если, например, результат конфликта для вас не очень важен. Ну, например, чем ругаться из-за просмотра передачи, можно пойти книжку почитать, да? Нет. Да, лучше поругаться, допустим, с сестрой подраться, да, из-за мультика. Одна хочет мультик смотреть, другая фильм, да? Лучше мы подеремся, испортим отношения, чем разойдемся. Одна будет книжку читать, другая мультик смотреть. Можно договориться, например. Вот это сотрудничество. Вот это уже сотрудничество, потому что вы договариваться уже пытаетесь. Сначала там час, ты читаешь книжку. Это тоже сотрудничество. Вот любой диалог ведет уже к сотрудничеству. Вы это понимаете? Вот вы молодцы, вы это уловили. Молодые люди руку поднимал кто-то. Я поднимал. Пожалуйста, вопрос. Если вы, допустим, с другом увидите там воздух. Воздух? Воздух? Воздух. Можно? Можно оставим? Можно? Так вот, это безобъектный конфликт. Потому что объектом конфликта может быть только то, что можно потрогать, почувствовать, оценить. Воздух-то... Вы можете воздух оценить? Да. Да? Ну, запах в том понимании, что плохой воздух, да? Но конфликтовать-то вы будете не из-за воздуха, а из-за выбросов, которые идут в атмосферу. И вы знаете, кто это сделал. И то есть конфликтовать вы будете конкретно с объектом. У меня все. Спасибо вам большое за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин